Николай Васильевич Гоголь – один из самых загадочных и мистических писателей в русской литературе. Из-под его пера вышли произведения, ставшие классикой Золотого века. Он оказал влияние не только на своих современников, но и на прозаиков XX века, таких как Владимир Набоков и Андрей Белый. «Ревизор», «Шинель», «Мертвые души», «Женитьба», «Вечера на хуторе Близдыканьки» – вот лишь малая часть списка гениальных произведений великого классика. Гоголь – один из тех авторов, о котором мы знаем все и в то же время ничего. Ведь вся его жизнь будто покрыта ореолом некой таинственности, она же постоянным лейтмотивом присутствует и во всех его рукописях. В наше время Николай Васильевич на пике популярности. О нем снимают фильмы, его биография – прототип характеров многих литературных героев современных писателей. Его именем названы культурные заведения в Москве. 1 апреля, будь Гоголь бессмертным, ему бы исполнилось 210 лет. Но такого не бывает, поэтому нам остается лишь вспоминать талантливого человека и то литературное наследие, что он нам оставил. В Щелковской библиотеке семейного чтения к этой дате приурочили тематический лекторий, в котором поучаствовали студенты местного колледжа. Оксана пообещала кузнецу Вакулия выйти за него замуж, если он достанет ей черевички не хуже тех, которые сама царица носит. Красавица Оксана долго принаряживалась и жеманилась перед небольшими малаянных рамках зеркалом, не могла налюбоваться с собой. Конечно, помимо написанного Гоголем, нам интересно и то, каким же он был человеком, что любил, чего боялся. Такой малоизвестный факт, что Гоголь был сладкоежкой. Очень любил сладкое. В один присест мог съесть целую банку варенья. И постоянно у него в карманах были какие-то печеньки, конфетки, крендельки. Вот эту свою страсть к сладкому он сохранит до конца своей жизни. Очень любил сапоги. И в его багаже могло быть мало вещей. Ну, допустим, четыре палы и сапог, которые были и даже не сношены. Но еще такой факт, наверное, тоже малоизвестный, что Гоголь любил рукоделие. Такое хобби, не мужское, женское больше. И поэтому можно было застать его с иголкой, со спицами. Он шил себе шейные платки и по своим выкрикам, более шито платье для его сестер. Немаловажно отметить, что Николай Васильевич был человеком очень религиозным. Правда, к истинному пониманию веры он пришел уже в более зрелом возрасте. Как бы то ни было, вывод напрашивается лишь один. Читайте классическую литературу и узнавайте как можно больше о ее авторах. Ведь тогда всем известные произведения мировой литературы предстанут перед вами в новом свете. Мария Буржинская, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...